Друзья, всем привет! С вами канал Матрешка с Поварешкой. Спасибо огромное, что вы нас смотрите. Сегодня буду готовить фаршированные перцы, запеченные в духовке. Ребят, они получаются невероятно сочными, очень ароматными и обалденно вкусными. Сначала готовить буду начинку для перцев. В сковороде разогреваю растительное масло. Добавляю одну большую луковицу, мелко нашинкованную, обжариваться. Обжариваю лук до состояния мягкости и прозрачности. Затем добавляю 400-500 грамм куриного филе. Продолжаю все это обжаривать до состояния легкой золотистости куриного филе. Затем добавляю 200-250 грамм шампиньонов, порезанных тоже достаточно мелко. Продолжаю все это обжаривать до основного испарения жидкости. То есть не до полного, но так вот, большая часть, чтобы воды испарилась. Затем добавляю по вкусу соль, черный молотый перец. На этом можно и остановиться, но можно добавить какие-то свои приправы на свой вкус. Я добавляю базилик сушеный, одну чайную ложку. Никому не навязываю, но очень-очень люблю, это обалденно вкусно. Попробуйте. Затем добавляю 2 столовые ложки сметаны с горкой. Сметана может быть любой жирности, у меня 15%. Все это хорошенько перемешиваю. И консистенция у нас начинки должна получиться такой. Не совсем сухой, но и не совсем жидкой. Примерно вот такой, как вы видите на экране. Затем беру сладкий перец крупный. У меня сегодня вот 3 штуки, красный, оранжевый. Режу его пополам. И очищаю от семян и перегородок. Таким образом получила 6 больших половинок. Беру форму для запекания и слегка-слегка смазываю ее растительным маслом. Затем выкладываю очищенные половинки перцев. И заполняю их подготовленной начинкой. Сверху можно добавить кружочки помидор. Один-два кружочка, в зависимости от размера помидора. Поверх помидора можно добавить чуть-чуть тертого сыра. Но, опять же, никому не навязываю тертый сыр. А то скажут, вот опять этот сыр. Ребят, пожалуйста, можете не добавлять. Это уже дело вкуса. Я немножко добавила. Отправляю все это в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 20-25. Режим духовки. Вверх-вниз нагрев. У меня ровно 25 минут это блюдо занимает. Достаю вот такую красоту. Перекладываем все это на тарелку. При желании можно добавить свежей зелени. Я добавляю укроп. И все. Теперь можно всех звать к столу. Ребята, это очень-очень вкусно. Это очень сочно. Я вам всем желаю приятного аппетита. Готовьте с душой. И у вас обязательно все получится. Пусть у вас все будет вкусно. А я от всей души желаю вам крепкого здоровья и удачи. Пока-пока.